Здравствуйте! Это наш Новосибирск Диалог и я Анна Братушкина. Ремонт тепловых сетей продолжается в Новосибирске. Это обойдется почти в 800 миллионов рублей. Сейчас работы ведут на 9 участках. Крупные отключения горячей воды, связанные с гидравлическими испытаниями, закончились неделю назад. На каких участках в этом году проведут капитальный ремонт сетей, как работают с аварийными ситуациями и возможно ли отказаться от гидравлических испытаний или сократить срок их проведения, об этом говорим с заместителем директора теплосетевого подразделения новосибирского филиала сибирско-генерирующей компании Романом Корниенко. Роман Лорович, здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, в этом году насколько у нас масштабный ремонт теплосетей? Добрый день! У нас в этом году предстоит сделать капитальный ремонт 9 участков тепловой сети на 5 объектах. Это будет заменено почти 2 километра сети в однотрубном исполнении. Ну и помимо этого, как обычно, у нас около 26-29 километров сетей ремонтируется аварийно. То есть мы выявляем дефекты и при испытаниях, и при текущей эксплуатации. И вот такой объем помимо капитального ремонта меняем. Если говорить про деньги, то получается, что общий объем финансирования ремонтов 773 миллиона рублей. Из них вот на текущий ремонт, на эти 26-29 километров, уйдет 262 миллиона. И 229 миллионов на капитальный ремонт 9 участков, про которые я говорил выше. И на благоустройство мы потратим 131 миллион рублей. Это как раз так, как у нас эта трасса проходит под асфальтом, на восстановление асфальтового покрытия или другого покрытия, которое мы нарушили при ремонтах тепловых сетей. И 118 миллионов уйдет на текущий ремонт СТП, котельных и другого оборудования тепловых сетей. Аварийный ремонт до следующего лета точно протянет, потому что трубы мы ложим и при любых ремонтах, хоть аварийных, хоть при капитальных трубах, ложим новые. И они, естественно, свой срок, а это, как правило, 25 лет, они, конечно, пролежат. Есть аварийные какие-то работы? Пришлось ли из-за этого корректировать как-то запланированную программу? Ну, в план капитальных ремонтов мы коррективы уже не вносим, так как капитальный ремонт – это серьезное мероприятие, потому что мы заказываем и проекты, проектные организации, чтобы нам заново сделали проект ремонта теплосети, замены конструкций железобетонных, оснований, способов компенсации и так далее. Соответственно, текущие дефекты, которые мы выявляем, мы проводим аварийный ремонт, который тоже может быть по объемам довольно большой и существенный, включая замену частей железобетонных конструкций тепловой сети, ну и в основном трубопроводов. Ремонт и реконструкция – это часто такой длительный процесс. В это время потребители, они все время без воды остаются? Конечно же нет. Начиная уже с начала 2000-х годов, когда изменилось законодательство в Российской Федерации, соответственно, мы при любых ремонтах долгосрочных, капитальный ремонт и реконструкция, организовываем схемы так называемой минимизации, чтобы снабжать потребителей по временной схеме, мы называем ее временной, летней, ремонтной, резервной, горячей водой. Но, соответственно, хоть это какие-то затраты, и часто ремонт становится дороже из-за этих дополнительных мероприятий, но, тем не менее, мы должны выполнять законодательство в Российской Федерации, и также мы осуществляем товар, отпуск товара потребителям тепловую энергию, и довольны и абоненты, и, соответственно, и нам хорошо. То есть отключения горячей воды все равно бывают, потому что, чтобы отключить, к примеру, вот этот тепловозарственный капитальный ремонт и подключить временную схему, отключение необходимо, но оно, как правило, длится день, два, максимум три, чтобы мы поставили заглушки, пробросили временный трубопровод малого диаметра, соответственно, у людей горячей воды не будет на этот период. Но это не весь капремонт, который может длиться 2-3 месяца, а именно 2-3 дня в начале ремонта и 2-3 дня в конце ремонта, когда мы уже собираем назад нормальную обычную схему подачи горячей воды потребителям. Что дальше в планах? Какие дальше районы останутся без воды на какое-то время? И планируются ли еще какие-то масштабные работы? Ну, вообще, крупные отключения, связанные с испытаниями, у нас, к счастью, закончились. 17-го числа в субботу у нас закончился последний этап испытаний, который был связан с отключением потребителей. Это были отключены потребители в Дзержинском районе и в Калининском районе от Т-4. Сейчас еще там в Калининском районе есть отключение, связанное с планово-пределительными работами на теплоисточнике. Оно продлится до 21-го числа. Отключены потребители в Калининском районе по улицам 5-6 микрорайон, улица Объединения, 4-й микрорайон, улица Богдана-Хмельницкого, Народная, Невского. Но 21-го числа это отключение закончится, и больше крупных отключений у нас уже не будет. Будут вот эти работы, которые я говорил ранее, связанные с включением минимизации или отключением программы минимизации во время капитального ремонта. Но это будет длиться 1-3 дня. У нас 9 участков на 5 объектах. В принципе, на всех объектах работают. Теплотрасса по улице Лескового. Здесь мы стоим на улице Ипподромской. Трасса называется по улице Лескового. Диаметром 800 мм здесь идут работы. Помимо этого, мы сейчас работаем на улице Беловежской, это в Кировском районе, на улице Дусик-Вальчук в Заяцкомском районе, на улице Кавалерийской, тоже в Заяцковском районе. На дамбе Актерского моста идет капитальный ремонт по трассе и на площади Лышинского. Губернатор в начале лета говорил, что было бы хорошо сократить сроки отключения воды, чтобы люди не по 10-14 дней оставались, а немного поменьше. Это вообще возможно? Эту работу мы начали уже несколько лет назад. Цель работы была и повысить эффективность испытаний, и одновременно сократить сроки отключения горячей воды потребителям. И, в принципе, добились определенных в этом части успехов. То есть нам удалось по некоторым зонам сократить время отключения горячей воды потребителям на 2-3 дня. За счет того, что мы стали дробить зоны испытаний на более мелкие участки, и у остальных потребителей вокруг есть горячая вода, какую-то зону мы испытываем, и тут нет горячей воды, но мы выявляем, лучше испытываем сети, выявляем большее количество возможных ослабленных мест, и тем самым повышаем надежность теплоснабжения. Но, к сожалению, возможности этой работы не безграничны, то есть снизить сроки отключения горячей воды до каких-то там 1-2-3 дней или 8 дней не получается, из-за того, что количество повреждений при испытаниях у нас, к сожалению, растет. Если в прошлом году мы выявили при испытаниях 1607 дефектов, вот сегодня, в этом году, на этот момент у нас уже 1300 дефектов, то есть рост на 20%, это связано со взносом сетей, ну и частично связано с тем, что мы вот именно это дроблением зоны испытаний улучшаем эффект испытаний, то есть выявляем больше мест ослабленных коррозии, ослабленных за прошедшие отопительные зоны. Но вот все-таки, может быть, в будущем году, я не знаю, через 2 года, через 5 лет, если появится какая-то новая техника, если больше специалистов будет, возможно ли еще на несколько дней, ну не в 3 дня укладываться, а, допустим, там в 8-10 дней? Это одна из наших важнейших задач, сокращение сроков отключения горячей воды потребителям. Для этого, помимо вот дробления зоны испытаний, мы купили две передвижные насосы по установке, которые позволяют отдельные, вообще совсем локальные участки теплотрассы отключать и проводить их испытания. То есть эти испытания могут длиться всего день-два, незаметно для, ну практически незаметно для жителей, то есть на такой длительный срок. И плюс в этом году планируется заключить консессионное соглашение между СГК и мэрией города Новосибирска, которое позволит вложить нам в тепловые сети 5,5 миллиардов рублей, что позволит повысить надежность сети, уменьшить количество дефектов, и, соответственно, будет меньше отключений и в испытаниях, и в неиспытаниях в отопительный период. А возможно ли вообще отказаться от гидравлических испытаний и как-то по-другому проверять теплосети, или это невозможно? Проведение испытаний тепловых сетей на плотность и плотность требования действующих норм в Российской Федерации. По сути, что такое испытание? Это вот, по сути, разрушение трубопроводов, да, повышенное давление. Ну, законодатели на это идут, потому что мы живем, ну, говорится, в стране с таким суровым климатом, что лучше, да, этим повышенным давлением порывать трубопровод сейчас, летом, чтобы зимой, и этот кусок потом заменить, отремонтировать, чтобы зимой жить более-менее спокойно. Не во всех странах проводятся испытания тепловых сетей, где есть централизованное трубоснабжение, но таких стран с таким климатом, как Россия, практически нет централизованного трубоснабжения, поэтому вот это требование за грандельство, скорее всего, выстрадано теми годами теплофикации, которые развивалось в Советском Союзе и сейчас продолжается Российская Федерация. Помимо испытаний, мы проводим кучу методов, используем кучу методов для проверки сетей, это и внутри трубная диагностика, и когда в трубопровод запускаются специальные аппараты, которые изнутри просвечивают, и прослушивание трубопроводов, и проверка стыков ультразвука. То есть много различных способов, но они не отменяют проведение испытаний. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok